Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну, волшебное время, волшебное время нашего эфира с 6 до 7 ежедневно. Предполагает, что мы с вами смотрим на то, что происходит на любимых финансовых площадках. А есть еще некая интрига. Я надеюсь, вы все прекрасно знаете. Видите, американцы обещали открыться сегодня и, внимание, открылись. Ну, уже хорошо. Сам факт, да, что там их не затопило до такой степени, да, что в Уолл-стрит, понимаешь, без галош не зайдешь. Нет, все нормально. Кстати, да, фьючер на СИПИ сегодня подрастал. Вот я сейчас открытие буду комментировать. В общем, все замечательно. Ну, как минимум, все работает. Это уже радует. Ведь тема сегодня, тема сегодня, как заработать в текущей ситуации. Действительно, ситуация уже вот здесь у нас с вами стоит. Ничего не движется, да, ничего не работает. Опять-таки вернусь. Ну, как же зарабатывать? Где деньги-то брать? Вот сейчас мы об этом и будем с вами рассуждать. Представлю моих гостей сегодняшних. Сегодня в студии Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций, инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый вечер, Вася. Добрый вечер. И Александр Лапутин, директор, руководитель направления персональной брокерской обслуживания брокерского дома «Открытие». Добрый вечер. Приветствую. Ну, я рад вас видеть, как минимум, как максимум. Как дела у вас? Могло быть хуже. Могло быть хуже. Вроде все, слава богу. Говорят, обычно могло быть лучше, нет? Но лучше точно будет. Мы оптимисты. Обязательно будет. Ну, куда им деваться? Куда им деваться-то? Ну, и давайте, собственно, рисуем картину маслом. 18.06 в Москве. И я расскажу, что же творится. Ну, ничего особенного не творится. Ну, за исключением того, что присоединились наши американские товарищи, наконец-то, к процессам. Итак, мировые фондовые индексы. Индекс Доу Джонса прибавляет чуть больше. Ну, будем так, округлявее. Половина процента. 18.04. 18.07 сейчас. 13.172 текущая котировка. Индекс ММВ... Sorry. СНП 500. Чуть меньше, но тоже в положительной территории. 0,3% его текущая динамика. 1.416 котировка. Наши ребята тоже радостные. Понятно, что нашего полку прибыли. Прибыло индекс РТС 1441. Опять волшебная какая-то цифра, да? 0,7% плюсе. Индекс ММВБ 0,6% прибавляет. 1430. Ну, в общем, цифры-то знакомые, да, более, да? И давно знакомые. Диапазоны, диапазоны и еще раз диапазоны. Ну, главное, что зелененькие. Далее смотрим. Сырьевые рынки и Форекс. Форекс нефть сегодня чуть-чуть, чуть-чуть. Вот бренд 109.19 за бочку. Ну, опять она так, да, к 110. К некой справедливой стоимости. Я прошу прощения за некорректный термин. Ну, да. Некой круглой циферке она стремится. Ну, дай бог. Подрастает. Золото сегодня, кстати, сделал рывочек небольшой. Значит, 1720 за унцию. Ее текущая котировка. Если вы помните, да, несколько дней назад мы говорили о том, что инструмент нашел поддержку в районе 17700, да, 17 фигуры. Ну, и вот 20 долларов на унцию, будьте любезны, что называется, получите. Ну, и евро-доллар невнятно, хотя вот сейчас он прибавляет. 1.29.93, сегодня 1.30 он тронул снизу. Небольшой прокольчик там был. Ну, не знаю уж, пойдет ли он дальше, нет ли. Главное, почему это он собрался вдруг вверх. Ну, как минимум сегодня. Мы сегодня как раз это с вами и обсудим. Основной набор голубых фишек разнонаправлен. Продолжает падать наш гигант АвтоВАЗ. Аэрофлот начинает отскок. Вот он падал 2 дня, если вы помните. Сейчас он 2% прибавляет. Даже 3 почти процента прибавляет. Вот, Газпром, да, все печалит и печалит наши умы, наше сознание. Вчера мы с Мишей Молодым по этому поводу плакали в эфире буквально. Ведь Газпром наше все, а он вон что. И опять сегодня он падает на почти что 1,5%. 145 уже рублей за акцию. Боже мой. Представляете, наше все торгуется на уровне 145 рублей за акцию. Это неприлично, я бы даже сказал. Ну, остальное все так не особенно занимательно. Бог с ним. Ну что, друзья, давайте начнем. И, да, последний, последний вступление длительное у меня. Ну, это первая часть, потом вы будете разговаривать в основном. Вступление, значит, следует напомнить, да, моим уважаемым слушателям. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Также сайт компании финам.фм. Там вы можете задавать вопросы в письменном виде. И еще раз я сейчас проанонсирую. Уже всю неделю мы с вами имеем возможность, а точнее наши коллеги из Финама, имеют возможность, зайдя, ну, не только из Финама, на самом деле, зайдя на сайт финам.ру, присоединиться к видеотрансляции нашего сегодняшнего мероприятия. Я сразу хочу вас предупредить, что вас сейчас видно. Вас видно, не просто слышно, но и видно. Да-да-да, вот-вот, подобрались. Подобрались, все, соответственно, привели себя в порядок. И оттуда будет много вопросов, соответственно. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Попей водички, водички попей, Вась, ничего страшного. Тут еще так воздух такой несвежий. Ну, что ж, давайте начнем. Саш, давай с тебя начнем. Собственно, значит, о чем мы прежде всего должны поговорить, ну, в рамках того, насколько легко зарабатывать текущие ситуации, что в ближайшее время ты ждешь от рынков. Ну, и, может быть, в этой связи основной набор событий. Кстати, вот, такой информации у меня еще нет, но мы в пятницу ждем рынка труда Соединенных Штатов Америки. Говорили о том, что его могут перенести, я имею в виду публикацию статистики, перенести на неделю в связи с тем, что не торговались два дня. Я уже думал, ты говоришь, что у меня пока нет информации, но в скором будущем она появится. То есть инсайта еще у меня нет, да, но я могу вам сейчас рассказать, что там за циферки. Да, ну и, да, действительно, если к фондовому рынку переходить, то скорее стоит, как это повторю свой тезис, да, мы не должны не столько отвечать на вопрос, что будет, потому что это версии, сколько отвечать на вопрос, что делать, да, потому что, собственно, за это нам всем и платят деньги, да, за то, чтобы помогать инвесторам принимать правильное решение. Вот. Ну что, действительно, действительно рынок такой, на котором счастья особого нет, да, и там может быть, может, ну, у многих клиентов и у многих инвесторов, в принципе, типа, да ладно, что там делать, выведу деньги в депозит, хоть получу там 6%, 5% и так далее. Есть такие мысли уже, да? Да есть такие мысли, они на самом деле всегда есть практически, но здесь вопрос, выводить деньги на месяц в депозит, ну, а какой смысл? Нет, ну, а на месяц что там за депозит-то? Ну, никакой, да, а выводить деньги на год, я думаю, что за год мы увидим такой движняк, да, что сейчас это и, как бы, это и не снилось. Ну, опять же, там, переходя к нашему всему по 145 рублей, да, ну, да, действительно распродажа. Обсайда большого я действительно не вижу, но нужно понимать, что вот мы с коллегой сидели вот до этого, да, пили чай, вот здесь вот разговаривали 10 минут, в принципе, новость была какая, что серьезное увеличение капзатрат, да, капекса. И, в принципе, капзатраты это около вот это вот, около 5% капитализации плюс-минус. Бумага упала уже на этих новостях ровно настолько, насколько они хотят, Газпром хочет увеличивать инвест-программу. То есть такое ощущение, что у Газпрома деньги не инвестируют, а просто выкидывают. Ну, можно рассуждать о том, что все равно эти деньги разворуют, не знаю. Это такая специфика российского бизнеса. Да, да, газпромовского бизнеса, вот, скорее так. Ну, даже если там предполагать, что-то где-то разворуют, еще раз, это не мое мнение, да, ну, наверное, не все. То есть, ну, бумага на этой новости явно перепродана. Еще раз говорю, большого обсайда не вижу. Но бумагу перепродали в моменте этой явно. Это вот первая мысль, на которой можно спекулятивно попробовать. Ну, подожди, и как вывод, да, ее можно подобрать. Да, да, ее можно подобрать инвесторам, вот, длинным инвесторам, да, Газпром ПЕ3, скорее всего, скорее всего, не будет у него все-таки существенного падения выручки, падения продаж и так далее, да. Я думаю, что не будет, что все там по большей части вот в черном цвете, да, какое-то действительно снижение спроса есть и так далее. Вот, ну, не самая плохая компания, да, дивидендов, скорее всего, платить будет меньше. Ну, вот об этом тоже, да, мы вчера обсуждали эту историю. Да, 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 да. А почему народ выходит? Плохо, но не настолько плохо. Опять же, да, нужно понимать, что, когда все, скажем так, когда все сильно плохо, это минимальные цены, да. Я не говорю, что сейчас дно, но все-таки там нужно понимать, что когда все хорошо, покупать уже, как правило, поздно. Вот, это что касается, там, вот, локальных новостей по Газпрому, да, сейчас... Давай в целом, да, вернемся в целом. Опять же, опять же, в целом. Рынок замер, вот это вот такое падение, оно скорее сползание, чем падение, да, там тренды выбили действительно растущие. По идее, стопы должны были посрабатывать, это правда. И что действительно правда, вот сегодня в офисе тоже сидели, обсуждали с директором одного из наших представительств, вот, находящегося на самом правом по... по этому, по карте, на самой правой точке во Владивостоке. Да, соответственно, что действительно не время для, как это сказать-то, вот обычных, привычных, может быть, идей, да. Купить Газпром, вот как я сейчас сказал, ну, оно аргументировано, я действительно там верю в эту идею, но ей сейчас никого не удивишь. Его можно было покупать, там, и по 130, и по 150, и сейчас 145, какая разница, плюс-минус 5 рублей в конце концов. Логика именно то, что надо купить его, не то, что он вырастет, или это фундаментально, и так далее. Да, но я к чему? Потому что... Саша, я должен тебя прервать, давай мы сейчас слушаем новости, Настя подготовила огромное количество. Ну, в таком случае... Да, а потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем наш разговор. В эфир Финам-ФМ программы «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. Напоминаю, для слушателей, их теперь у нас гораздо больше, практически раз в 500. Напоминаю для них, да, телефон в студии, звоните, задавайте вопросы 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм, и плюс еще у нас есть сайт компании финам.ру, где вы можете посмотреть на то, что происходит сейчас в студии, и, соответственно, задать свой вопрос в общем чате. Пока я вопросов этих не вижу, кстати, уважаемые коллеги. Радость у одного из наших слушателей. Видим вас троих, и смайлики пошли. Я за вами наблюдаю. Нет, ну такой, знаешь... И это хорошо. Такой неожиданный. О, смотрите, показывают, видим вас. То есть мы реально существуем. Да, да, забавно. Ну да ладно, кроме радости, значит, мы, собственно, готовы еще и на вопросы отвечать. Если они будут. А вопросы на сайте я уже вижу. Что со звуком у нас? А вопросы на сайте я уже вижу. Ну, к ним мы вернемся позже. Саша, я тебя перебил, прости, пожалуйста. Да, собственно, к чему я это начал говорить? Что сейчас, наверное, не время для привычных, обычных, скажем так, каких-то мыслей, каких-то идей. Да, понятно, что сформируя, например, среднесрочный портфель из акций, скорее, второго эшелона. Другой вопрос, будь то консервативный портфель из акций стоимости или агрессивный портфель из дешевых, убитых уже, можно сказать, да, акций роста. Бог его знает, каждому свое. Но предлагать сейчас скорее нужно вещи, скажем так, необычные. Почему? Потому что, когда в 2009 году, что ни возьми, все выросло в 10 раз, да, смысла делать что-то другое нет. А вот сейчас, например, что можно было сделать сегодня? Вот просто. Давай, давай, вот это я люблю. Просто вот что мы с нашими личными брокерами, с консультантами там сгенерили, да. Можно было купить на Газпром колл-спред, то есть это опционные вещи, это купить опцион колл с исполнения в декабре, в 15 декабря, опцион колл со страйком 150, да, то есть на 5 рублей повыше, и продать опцион колл со страйком 160, то есть вы зарабатываете от 150 до 160, да, вот, причем этот заработок, собственно, линейный абсолютно, то есть 10 рублей на акцию, 10 рублей можно было заработать на акцию. Это стоит до декабря чуть меньше 3 рублей на акцию. То есть вы платите 3 рубля за возможность заработать 10 за полтора месяца, да. Но кроме того, мы... Саш, извини, пожалуйста, все это замечательно, да, срочный рынок, такая хорошая штука, но все-таки это уже специфика некая, согласись. Это более профессиональный подход. А на самом деле профессиональный подход, он доступен очень многим. Я сейчас не говорю про какие-то зверские вещи, ну, которые к счастью знаю, например, типа торговли волатильностью и другое дальше веще. Сейчас распугаешь на все. Конечно, и более того, можно было удешевить вот эту вот вещь продажей опциона PUT, взяв на себя, конечно же, риск со страйком, например, 140, да, то есть если вы готовы купить Газпром по 140, да, и не знаете вы будет он или нет, вот это, собственно, стратегия для вас. Она в моменте стоит ровно ноль, да, она бесплатная, в то же время вы зарабатываете на отрезке 150-160, единственное, что в случае, если бумага упадет ниже 140, вы по 140 ее купите, да. Вот, вот это я просто для примера взял не потому, что самое простое, а потому, что вот сегодня было. Ну, это не самое простое. Потому что сегодня было, да. Я понял. Вот, опять же, что касается там поиска каких-то вещей, там во втором эшелоне стокпикинг так называемый, то есть вот именно такие вещи, которые, например, дивидендные бумаги. Кстати, вот через месяцок в дивидендных бумагах будет, наверное, самая популярная вещь. Как правило, в декабре. Праздник, праздник будет. Да, что-то типа того. Хотя сургут уже под 20 стоит. Саша, давай так, я тебя прерву, я понял, ты... Вот идея такая, что... Мне нравится, нет, ты наполнен идеями, это здорово. Василий у нас заскучал. Вась, значит, у меня к тебе просьба такая. Ну, опять-таки, не будем банально отвечать, как зарабатывать в текущей ситуации. Вообще, как ты видишь рынок в текущей ситуации? Он сложный, он неоднозначный, это очевидно. Ну, очевидно, что он сложный, неоднозначный. И очевидно, что есть какие-то ключевые моменты, которых все ожидают, после чего все может достаточно резко измениться, соответственно, хорошо бы иметь некий сценарий развития ситуации на будущее. Соответственно, мы видим самый ближайший переломный момент, это выборы в США. Все понимаем, что может начаться как ралли предновогоднее после этого, так может произойти и, в общем-то, довольно серьезное падение. Собственно, все будет зависеть от того, насколько инвесторы поверят в то, что новый президент сможет решить проблему фискального обрыва. Извини, а будет зависеть от того, кто будет новый президент? Естественно. Это будет зависеть от того, кто будет новый президент, это зависеть от того, чей будет Сенат, ну, от того, чья будет палата представителей. Это мало зависит, потому что понятно, что... Событие самое недавнее, которое спутало карты во многом, это ураган Сэнди, потому что как это повлияет на выборы президента? Насколько это в пользу Обамы, либо в пользу Ромни? Сейчас, если следить за минутной ситуацией, то, по крайней мере, я в СМИ очень часто последние два дня читаю, что Обама молодца, он показал себя, да, мужчиной, он так, да, все... А пони Буша в 2005 году... Во-во-во, который убежал, спрятался, да-да-да, а он, смотрите, что... На самом деле... Сам ходит всех там за ручку, выводит... Возьмем просто картинки в гугле на тему урагана. 10% там Обама, везде Обама, Ромни там нет. Это, кстати, опять-таки, да, ну, может быть, это несколько цинично прозвучит, но это повод для того, чтобы авторитет свой поднять, да? Конечно, конечно. Я надеюсь, что это не специально было сделано. Страшные вещи сейчас мы говорим. Но, тем не менее, ребята воспользовались, смотрите, как можно героем себя почувствовать. Вот оно несчастье, а я на уровне этого, на фоне этого несчастья чемпиона, извини. Тут есть еще один момент. Выбирают Обаму, а Сенат, предположим, демократический. Тем не менее, какие-то припоны со стороны республиканцев возможны. Но теперь, благодаря Сэнди, это будет выглядеть очень неблагоприятное для республиканцев, просто потому, что понятно, что вырезание госрасходов, на котором, соответственно, они будут настаивать... Ну, основа их программы, по сути, да? Это удар по пострадавшим. 50 миллионов человек пострадали, соответственно... Им нужно сейчас, да, каким-то образом вставать на ноги, а мы сокращаем госрасходы. Где деньги-то брать? То есть, по большому счету, вот, ураган во многом склоняет чащу весов в пользу того, что фискального обрыва не будет все-таки. Каким-то образом его, по крайней мере, отсрочат. По крайней мере, отсрочат... Вася, я вынужден спросить, а бог им с ураганом, если бы даже его и не было, то, в принципе, вот мысль, она даже гипотетически может таким образом формулироваться, что фискальный обрыв будет? Ну, гипотетически она может формулироваться. Понятно, что вероятность этого невелика, потому что это не в интересах ни республиканцев, ни демократов. Не в чьих, я бы даже сказал. Естественно. В глобальном мире, я имею в виду. Но тут вопрос сроков, потому что с ноября до января два месяца может так произойти, безотносительно желания чего-либо, что просто решение не будет принято к этому моменту. Это просто не так много времени, да? Да, просто вопрос сроков. Ну, понятно, что наиболее вероятный сценарий даже безотносительно Сэнди, это то, что просто растянут в принятии этих мер во времени, соответственно, теперь скажем, урезание расходов позже, повышение налогов раньше. Повод для этого есть, да? Почему вы так решили? Ну, вы видите, что надо же как-то... Да, 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 да. И важно, важно даже не то, каким образом будет решен вопрос. С точки зрения фондового рынка важно, какова будет реакция инвесторов на это. Создается впечатление, что после урагана Сэнди, еще раз к нему возвращаясь, впечатление будет хорошее от того, что госрасходы мы не урезаем, налоги повышаем, население спасаем. При этом инвесторы знают, что деньги дополнительные пойдут в реальную экономику, это не будет просто монетарным стимулированием. Собственно, многие этого ждут. Плюс понятно, что последствия урагана требуют дополнительных расходов, в конце концов, от населения. То есть это может запустить и потребительский спрос. И еще одна угроза, связанная с нерешением фискального обрыва, это рейтинги от агентств. В нынешних условиях, опять же, вопрос... Да, вопрос, как будут выглядеть агентства. Да, если они в этих условиях еще будут подливать масло в огонь и рейтинги, значит, опускать. Конечно, конечно, тут уже... То есть, соответственно, вот это одна точка, которая пока что играет в пользу, в принципе, быков, в пользу того, что нужно покупать. Продолжение роста, да? Да. Есть вторая точка. Вась, я тебя прерву на секунду. Давай, у нас есть звонок, чтобы не мучить человека, послушаем его. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер. Я как раз вот хотел, то, что вот сейчас все сказали, что, мне кажется, без разницы даже, кто выиграет, да? Ромни, который там против Бернанки, политики Бернанки, да, там что-то декларировал. Или Барак Обама выиграет. Ликвидности полно. Мне кажется, один вариант, только бычий. Тем более, как если вы говорите, что сейчас действительно, может быть, висел мечом, дамоклом этот фискальный обрыв, теперь он, по всей видимости, действительно, либо отсрочился, либо не висит. Поэтому, мне кажется, что, как вы считаете, мне кажется, однозначно бычий. Без вариантов, да? Без вариантов, Владимир. Ну, вообще без вариантов. И то, что сейчас открылись рынки, никаких черных и белых лебедей, не получилось ничего, все нормально. Люди-финансисты на Уолл-стрит не затопли, хотят зарабатывать. Да, да, да. Соскучились, да, Владимир? Два дня не торговали, представляете? Два дня не торговали, что им ровнее, ну, ровнее там, или кто. Без разницы, хоть там путь. Да, я понял. Спасибо за вопрос, собственно, за ваше мнение. Ну, Вась, давай, прокомментируй, насколько ты согласен. Ну, в целом, я скорее согласен с мнением слушателя, потому что действительно и огромное количество ликвидности вливания, и понятно, что поддержку это оказывает в любом случае рынку огромную. Но, тем не менее, есть все-таки фундаментальные основания, фундаментальная экономика, которая вроде бы не хочет пока что расти, американская, есть европейская экономика, которая тоже... Есть китайская, да, что мы там видим? Что касается китайской, как раз вот это второй пункт от того, о чем я хотел сказать, что тоже очень важный момент в самое ближайшее время, это восьмое число. Вась, я тебя прерву, пусть будет небольшая интрига, наши слушатели помучаются, что же будет восьмого числа, а мы тем временем послушаем новости. Да, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний разговор. В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем перспективы движения на финансовых площадках. Василий Танурков, как раз мы прервали его, уходя на новости, обещал нам рассказать, что будет восьмого ноября, не далее как, с точки зрения китайской, правильно я говорю? С точки зрения китайцев. Давай. У китайцев свои выборы фактически сейчас происходят. Мы знаем о том, что... Ну, выборы, наверное, сложно их назвать, да, все-таки там все смирно, смирно, да, ты будешь... Там дача власти. Сейчас ты будешь главным, а сейчас ты будешь главным. Там все по плану. Конечно. Ну, тем не менее, какие-то опасения были связаны с передачей власти, там абсолютно в закрытом режиме что-то происходит, какие-то новости просачиваются. Но, тем не менее, понятно, что в этом году, весь этот год, властям китайским, в общем-то, не до экономики, потому что... В связи с этим. Да. Политика важнее в любом случае для политика. Тем не менее, 8 ноября должен начаться съезд КПК, после которого, вероятно, китайцам как раз наступит время для того, чтобы обратить внимание на экономику. В связи с этим, в принципе, можно ожидать дополнительных стимулирующих мер, потому что, если мы сравним стимулирующие меры, которые были приняты в этом году, и то, что было в кризисный период, абсолютно несравнимо по объемам. Тем не менее, китайская экономика уже замедляется. Китайские ты имеешь в виду? Да, да, да. Именно китайские. При этом, китайская экономика замедляется, ну, достаточно серьезно, конечно. Поэтому можно ожидать действительно новых стимулирующих мер, плюс на самом деле есть некоторые сигналы того, что китайцы начали восстанавливаться, потому что мы видим некоторую статистику, PMI по Китаю хорошие выходят в последние два месяца. Но они хорошие, но тем не менее, они ниже 50 все равно. Очень важный момент начался рост цен на сталь на внутреннем рынке китайском. Буквально в течение двух месяцев уже сталь растет. Индексы китайские вообще на максимумах сейчас. Уже три или четыре месяца продолжается рост. То есть, ну, если мы считаем, что китайские индексы – это опережающий индикатор для экономики, это, в общем-то, так, цены на сталь – это фактически индикатор, показывающий состояние текущей экономики. Вот, нужно тут вернуться немножко к России. Россия все-таки страна сырьевая, соответственно, мы включаемся в цикл движения на фондовом рынке последними, потому что сначала, условно говоря, производственная сфера, сырье ближе к концу. Догоняет. Да, соответственно, достаточно большой потенциал сейчас образовался вот этого догоняющего роста для России относительно того же Китая. Относительно, в общем-то, всех развивающихся рынков мы очень серьезно отстали. То есть, если мы посмотрим по мультипликаторам, ну, наверное, процентов 30 потенциала есть для того, чтобы вернуться просто к нормальному уровню. При этом… Чтобы догнать всех, да? В этом смысле. Да, для того, чтобы догнать, для того, чтобы вернуться к тому соотношению, которое обычно было нормальным исторически между Россией и развивающимися рынками, между Россией и США. И развитыми, да. Тут можно искать объяснения в политике, в, не знаю, в выборах. Ну, это неважно сейчас, да, объяснение. По факту понятно. В целом, скорее, ну, в какой-то степени это важно, потому что это позволяет построить сценарий. То есть, если мы считаем, что дело в Путине, то как бы, ну, и все тогда. Тогда ждем еще 6 лет или 5 лет. Уже сценарий строить не надо. Нет, мы не ждем, мы растем 6 лет. Вот, только хотел сказать, тогда сценарий строить не надо, продолжите текущий тренд. Кстати, вот, да, ну, вот, посмотрите на странице 8 прошлого, вот, на прошлой неделе «Эксперт». Очень хорошая была статья, да, где был график промпозиции. Твоя, я надеюсь? Хорошо, ладно, продолжай. Нет. Но я ее читал. Вот. Соответственно, там вот и показано, что, как бы, кризис, кризис, все ужас, ужас, а там просто дан инновационный, не индекс, а промпроизводство в натуральном выражении, да, и то, что оно… Мировое? Российское. Российское. И то, что оно не… я бы не сказал, что оно растет. Оно ускоряет свой рост. Да даже так. Ускоряет темпы роста, да. То есть там вот этот трендик, он немножечко повыше, поэтому не все так плохо, не все так плачевно на самом деле, да. То есть эмоции убрали, да, и сказали, вот смотрите, вот смотрите. Вот, а к слову, к слову, что если эти, господи, цены на сталь-то растут, а посмотрите, каким образом не растут наши сталь-литейщики. Они стоят ровно-ровно-ровно внизу, в самом внизу, да. То есть, ну, опять же, там, может быть, мечелов стоит избегать со всеми проблемами. Мечелов, на самом деле, скорее не металлурка, все-таки майнинг, то есть добыча. Вот. А качественные, типа, евразов, типа, новолипецких и, типа, даже магниток, например, вполне в этом случае будут, причем не забывайте, что это хай-бета, то есть, ну, они как минимум вдвое быстрее рынка двигаются. На росте в два раза больше падает, вот, растут, а на падении, соответственно, в два раза больше падает, поэтому вот еще, как бы, возвращаемся к теме нашего разговора, а как заработать? Вот еще один вариант, туда же, в копилочку, да. Саш, давай вернемся в эту копилочку, потому что есть вопросы по Газпромам, ты обсуждал. Значит, во-первых, вопрос от нашего слушателя с финам.ру, ГАУ 8060, здесь всегда такие смешные названия у них. Значит, вопрос такой, а Газпром может подняться до 180 рублей до конца года? Может. Может. Может, да? Может. Может. То есть, в этом случае 140 сейчас, это просто... Может. А будет или нет, никто не знает. А вопрос вероятности никто не знает. Мы же не знаем, когда это будет, да, время. Есть вероятность. Это однозначно возможно. Отлично. Андрей спрашивает с сайта финам.ру, про Газпром, про наше все. Если снижаемся, то до какого будет рынок его снижать? А до какого это вопрос? Это цены. Какого уровня или какого? Нет, нет, конечно. Смотри. Андрей, он предлагает варианты 108-110. Это вот поддержка некая, да, и придется посочувствовать Андрею, хотя это рабочий момент, значит, поймал он лося на 150 и потом на 148 сразу же. А это как, 2 рубля это лось? Ну, это вообще... Я не знаю, по чему он покупал, но вот так, видимо, усредняться пытался, не знаю. Ну, так вот, уровень 110 он называет. Как ты считаешь? Нет? Не, ну, еще раз, вопрос, дорогая или дешевая бумага на этом уровне от текущих, я считаю, что она однозначно недорогая и однозначно в среднесрочной, тем более в долгосрочной портфеле ее включать стоит. Вопрос, спекулятивно стоит ее сейчас покупать? Вот сейчас я бы сказал нет. Почему? Потому что, насколько я помню график, который смотрел часа 4 назад, там вот по этому графику, я, честно говоря, не вижу подтверждения тому, что вот это падение закончилось. А, ну, опять же, мое личное мнение, я обычно предпочитаю все-таки дождаться подтверждения, а падающие ножи ловить опасно. А что в твоем случае, хорошо, подтверждение? Могут отрезать полсчета. Ну, это понятно. А что подтверждением в твоем случае? Не, ну, там в данном случае, да, там на 145, кстати, на 135 особенно есть поддержка, просто техническая поддержка, а так... Ну, то есть протестить? Банальные индикаторы, опять же, да, то есть сегодня как, сегодня вот бумага вошла в зону перепроданности, выражаясь совсем техническим языком. Но лично я сейчас, учитывая, что я не жду бешеного роста, такие вот возможности, там, и прыгать, там, брать ее, нет, я бы здесь немножко посмотрел, и когда уже будет более-менее понятный разворот, со стопом и так далее. Нет, потому что она вошла в зону перепроданности, еще не значит, что она оттуда выйдет в ближайшее время. Абсолютно верно. А это может быть как бы... Она может падать и падать. Как это говорят, бумага становится все привлекательнее и привлекательнее. Вот, а счет уменьшается и уменьшается. 110, ну, не, вероятность, конечно, есть, но я бы не ставил на то, что будет возможность ее купить по 110. Вот не особо верю. Хотя бы... Смотрите, вопрос забавный. Хотел сказать, давай, Василь, извините. Один момент. Представим себе, где будет российский рынок, если будет «Газпром» на 110. Он там уже бывал. Да, это будет 500-600. Да, там стоит покупать однозначно. Мы это уже однажды делали, да, как минимум. Ну вот да, вот кто бы на 500 купил. Забавный вопрос. Послушайте. Где лучше будет нового... Ну, представим, если оно будет таки, да, где оно будет лучше, ну, активнее, я так понимаю, динамичнее. На ММВБ или на NASDAQ? Вот я не очень понял, что имеется в виду, индекс или биржа? Ну, волатильность выше на ММВБ. Наверное, индекс. Волатильность Майсикса выше. Серьезно? Конечно. Очевидно. Конечно, выше. То есть праздник здесь будет гораздо громче, да? Ну, опять же, если... Вот здесь очень стандартная вещь. Если вы хотите... Если у вас есть сценарий... Вот как? Ну, совсем просто. Если есть сценарий, то есть я верю в то, что будет рост. Да. Да? Дальше. Вопрос. Насколько вы верите? Насколько степень уверенности, вот степень вашей уверенности в этом сценарии будет означать ту степень риска, которую вы готовы на себя взять? То есть если вы точно знаете, ну, там, понятно, такого не бывает, если вы там точно знаете, что все вырастет, то можно, условно говоря, поставить там вот, сделать, взять там тысячное плечо и что-то купить. Да? Ну, ты говоришь. Ну, опять же, это я очень абсолютизирую. Если вы действительно считаете, что рынок должен вырасти, но я допускаю небольшую вероятность того, что упадет, возьмите акции вот этого так называемого хайбета. Это высокорисковые вещи, но все-таки они сильно больше заработают на росте. Если уже у вас так, думаю, что наверх, но сильно сомневаюсь, купите структурный продукт защиты капитала. Меньше заработаете, но совершенно точно не потеряете. Вот, и опять же, вот этот вот вариант, да, то есть, ну, опять же, у меня там один сценарий развития в голове, да, у кого-то другой, какой правильный не знает никто. Но вопрос, здесь вопрос не то, что там я угадал, не угадал, а я принял правильное решение, исходя из того, как я вижу ситуацию. Ну, логично. Поэтому вот только в этой парадигме стоит работать. Согласен, согласен. Ну, и потом все-таки я всегда с сомнением отношусь к фразам, типа, я уверен, на 100% точно будет расти. Даже если ты уверен, то... Как говорят, рынок точно пойдет вправо. Ага. Да, а вот, ну, график. А вправо вверх или вправо вниз, никто не знает. Еще вопрос, смотрите, забавный. Когда уже упадет ГМК? Ну, когда его начнут продавать, тогда упадет. Вася, с чего бы вдруг? Кстати, с чего бы вдруг? На самом деле, опять же, вот в сценарии, который мы рассматривали, ГМК очень привлекательная бумага. Тем более, вот... Причем на текущих, да? Да, на текущих. И мы видим дешевый никель, в принципе, то есть большой потенциал. И в целом по сектору хороший потенциал. Плюс вот какие-то есть подвижки. Внутри корпоративных. Да, и компания сама не очень плохая. Она, конечно, там не... Уже не самая рентабельная на фондовом рынке, когда никель был 50 тысяч долларов за тонну. Там рентабельность была, по-моему, 70, что ли, и так далее. Да, но качество и корпоративного управления, в принципе, компании-то неплохое. То есть вопрос, какой там апсайд, честно, не знаю. Я фундаментальным аналитиком не являюсь. Но с чего бы ей падать, пока я не вижу. Бумага, да, действительно, она совершенно точно не с единичной корреляцией к рынку. То есть это вот... Она может и подумать, когда рынок растет. И когда падает, может не падать. И причем опять забавно вот это формулирует. Когда уже упадет? Я так понимаю, он зашартил свою активность? Это эмоция зашартил. Ну когда она упадет? Сколько можно же ждать? Или не зашартил, или купить хочешь? Хочет, да, подешевле. Ну давай уже падай. Я предлагаю просто подождать. Кстати, если опять же возвращаться к графикам, там очень длинная месяца на 4-5 консолидация в виде треугольника, очень длинная. И вот если эта штука куда-то выйдет, то полетит так, чтобы быть здоров. Осталось только дождаться куда. Ну это вот чистый теханализ, не имеющий отношения абсолютно ни к текущему там ситуации, ни к фундаменталу. Просто там очень длинный треугольник. Просто посмотреть куда выйдет, кто по технике торгует. Вот один из вариантов. Ну кстати, рекомендации, да, выход из треугольника и потом только принятие решения. Да, да, да. Не потому что выход из треугольника со стопроцентной вероятностью означает движение в ту сторону, а потому что когда есть выход из треугольника, есть куда стоп поставить. Сейчас мы слушаем новости на Финам ФМ. Ну что ж, друзья мои, время неминуемо. Неминуемо. К сожалению, времени немного. Последняя часть сухого остатка на Финам ФМ, простите. Меня зовут Олег Дмитриев. Сразу я представлю моих гостей. Может быть, мы традиционно будем испытывать сейтнот в финале. Сегодня в гостях Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций институционной компании «Велоскапитал» и Александр Лапутин, директор, руководитель направления персональной брокерской обслуживания брокерского дома «Открытие». С ними мы сегодня обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. Пытаемся заработать, несмотря на то, что особых возможностей нам пока рынки не дают. Ну и отвечаем на ваши вопросы. Вопросов достаточное количество по телефону на сайте финам.фм и на сайте финам.ру, где наши слушатели имеют возможность смотреть за нашей программой в режиме реального времени, видеть картинку и радоваться, я надеюсь, этому мероприятию. Так, значит, я сейчас задам... Вот, красавчик! Ну, это не я и даже не вы. Это наш слушатель. Красавчик спрашивает. Не, ну я серьезно, я веду вебинары, периодически там такие бывают названия. Мама не горюй. Добрый вечер! Это красавчик. Здрасте. Да. Глобально CP и DAX достаточно бодро растут, начиная с девятого года и уже вплотную подбираются к своим докризисным, в скобках восьмой год, максимум. Какой и когда вы видите коррекцию по этим индексам и, соответственно, где видите в этом случае индекс РТС? Вот такой вот. Ну, по CP докризисный максимум это не восьмой год, а седьмой. Да, да. Нет, ну, текущие, он имел в виду, текущие, они на уровне восьмого, а докризисы там еще выше у него, 1500 с лишним. И еще раз, вопрос, что... Смотри, вот они сейчас на хаях стоят. Они наверху? Нет, оба наверху. И DAX, DAX еще он говорит. CP и DAX. CP и DAX. А если начнется кризис, то куда они, соответственно? Мы вспомним слово декаплинг. Ага, серьезно? Я не знаю, что будет, я говорю свое мнение. Да, я вполне серьезно. Хорошо, если будет коррекция, где ты видишь их, и главное, что РТС в этом связи где будет. Я думаю, что краткосрочная корреляция от краткосрочной корреляции с S&P, с DAX, со всеми остальными основными индексами, мы никуда не уйдем. Но долгосрочно мы можем увидеть действительно декаплинг, когда в... Ну давай расшифруй. Декаплинг это раскорреляция каких-либо активов, в данном случае я имею в виду развитых рынков, в основном, конечно, это Европа и Штаты. В основном Штаты и Европа, я бы так сказал. И развивающихся в скобках товарных рынков и самих товаров. Сырьевых, да? Сырьевых, да. Вполне возможно, что действительно будет сползание развитых рынков в виде того, что, еще раз, вот у меня в голове инфляционный сценарий, инфляция может начать расти, за ней начнут расти ставки, за ней будет возможный делеверидж, и так далее, и так далее. Это, скорее всего, будет при росте экономики близком к нулю. То есть такая довольно паршивая ситуация, хотя в обвал СНП я особо не верю. И в то же время все товарные, все, скажем так, комодитис, товары, сырье, на инфляции могут начать расти, потащив за собой, наверное, с каким-то все-таки лагом временным, с небольшим, потащив за собой товарные валюты и товарные рынки, коими мы являемся. Вот если мы говорим, как я понимаю... И вот здесь наступит вот этот момент, который ты называешь. Возможно, да. Как я понимаю, вопрос все-таки скорее не на квартал вперед, а где-нибудь вперед на год. Если действительно мы говорим... Я думаю, что да. Если мы говорим про какие-то там, а если вот сейчас в моменте на три дня начнется коррекция, понятно, что СНП вниз, мы тоже вниз. Вопрос один к одному или чуть поменьше, не знаю. Скорее все-таки, если сейчас начнется завал, то нас будут долбить меньше, чем СНП, потому что он на хаях, а мы как бы сильно внизу. А вот долгосрочно я действительно верю в то, что мы можем вспомнить про декаплинг. Вась? Очень многое зависит от того, какой сценарий мы принимаем. Да, конечно. Если мы считаем, что возможен сценарий инфляционный при очень низких темпах роста в США, то действительно возможен декаплинг. Тут сложно не согласиться. но в принципе пока что все выглядит так, что инфляционный сценарий никак не может запуститься. Несмотря даже на многократные программы количества денег. Да, да. Мы видим, что все-таки делевериджинг продолжается. При всех этих вливаниях на самом деле денежная масса там М3 практически ну чуть-чуть начала расти в этом году, в прошлом, но даже несовпоставимыми абсолютно темпами с тем, что было до 2008 года. То есть для того, чтобы запустился действительно инфляционный сценарий, вероятно, понадобится какой-то скачок экономики в США. То есть все-таки год, может, два достаточно высоких темпов роста. Ну высоких по сравнению, видимо, с нынешним. Ну да, по сравнению с нулем. Да, по сравнению с нулем. Скачка на 5% в квартал это вряд ли может. 5% это маловероятно. Конечно, но все-таки должен запуститься механизм кредитования, остановиться деньги. Фактически кредитный мультипликатор должен запуститься до тех пор, пока он не запустится, инфляции ждать не стоит. Сколько бы денег не напечатали, это вот, грубо говоря, как я уже приводил пример, вода в сухой песок. Сначала она впитывается, впитывается, а когда уже совсем впитается, тогда она на поверхности получится, появится. В этой связи на самом деле для нас должен быть интереснее Китай, чем США, потому что в США, скорее всего, вот в таком режиме будут довольно долго еще существовать, в то время, как для Китая те темпы роста, которые есть сейчас, там, 7 с чем-то процентов, это очень низко, но при этом даже их хватает для того, чтобы поддерживать цены на сырьевых рынках. Если действительно удастся запустить экономику китайскую, особенно если все-таки запустится внутренний спрос, то мы действительно можем увидеть декаплинг просто за счет того, что Китай будет вытягивать сырьевые рынки и наша экономика потихоньку будет переориентироваться все больше. И мы вдруг увидим вот эту вот странную картину, когда развитые рынки стоят или двигаются вниз, а мы растем какими-то темпами. Согласен. Причем надо подчеркнуть, видимо, что надежда связанная с ростом Китая, она сейчас уже прежде всего на внутреннем спросе базируется, не на внешнем, к сожалению. Да, к сожалению, да. Ну, на самом деле, почему к сожалению? Порадуемся за китайцев. Хорошо, да, к сожалению, вычеркиваем, без оценок. То есть, ориентирован он был изначально всегда на внешний спрос, а сейчас понятно, что текущая ситуация не позволяет этому спросу расти. Вопрос от Никиты. Здравствуйте. Скажите, как вы видите, рубль в краткосрок, ну, по отношению к доллару. Сегодня доллар начал падение, пишет он. Сейчас на форце, стоит он 31,5, но я посмотрю сейчас на споте, что он стоит. Разница, я думаю, будет невелика. Текущая котировка 31,32. Так, и вопрос, стоит ли ждать 31 по доллару рубль? Ну, милый мой, а что тут ждать-то, боже мой. И будет ли Россия нефть выше 110, хотя тоже тут, собственно, мы находимся нос к носу. Или сегодня мы видели максимумы в нефти на ближайшие несколько дней. Вот по поводу максимума. Интересно, хотя, собственно... Не думаю. Максимум в нефти? Не думаю. 110 это не максимум. Это как раз середина диапазона. Я воспринимаю этот вопрос как? Если мы видели максимум, значит, она с большой вероятностью не вырастет. Я не думаю. Я думаю, что она может сейчас, опять же, какое-то время постоять в каком-то диапазоне более-менее. То есть, мы видели снижение, оно началось недели 3-4 назад, плюс-минус, может быть, даже больше. Немножечко снизилось и сейчас постояло. Сейчас начинает поднимать голову. Вполне возможно, что какую-то часть этого падения она-то играет. Что касается нефти, у меня сценарий опять же такой, что модель спроса и предложения, которую наши ребята тоже делают, она на самом деле довольно несложная. Она говорит о том, что в принципе спрос на нефть медленно растет, растет достаточными темпами, нормальными. И предложение нефти в принципе будет увеличиваться примерно теми же темпами. То есть, по идее, где-то там 115 плюс-минус, это такая вот можно назвать справедливая цена нефти, где-то так. Но учитывая, что мы с вами работаем, в том числе мы с вами спекулянты, разгоняем цену туда-сюда, а волатильность цены относительно вот этой некой средней будет довольно большой. То есть, будет ли она там 130, совершенно легко. После этого может она быть 110, там 100, я не знаю, или 95, тоже может быть, все будет зависеть от тех новостей, которые будут в моменте. все-таки ты говоришь, легко, но при этом это какой-то... Я имею в виду... Укол, укол, да, какой-то... Я имею в виду безотносительно вот к текущей ситуации, что что-то выйдет, выйдет, я не знаю, там Обама скажет, что мы не будем добывать нефть или еще что-то, или армузский пролив закроют, вот тебе 150, да, через два дня. Вот, но все-таки я бы не отрывался все-таки от фундаментальной, вот этой вот, от некой фундаментальной составляющей, да, и если от этой средней мы очень сильно уходим, наверное, надо прекращать играть в ту сторону, как минимум прекращать играть. Вот это, что касается нефти. А настолько краткосрочно я это не могу делать, просто не умею, честно. Вась, согласен? Ну, в целом, да, краткосрочно можно сказать, что корреляция очень высокая между СНП и нефтью, на самом деле, куда СНП, примерно туда и нефть. То есть, если будет сценарий позитивных выборов, то нефть, ну, 115, в принципе, можно себе... Ну, и тем более, да, мы ее видели, не дали как, два месяца назад, ничего тут удивительного нет. Вопрос нашего слушателя, звонок, давайте поговорим. Сергей, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Будьте добры, подскажите, вот на фоне того, что вы сказали, в Китае будет рост, так сказать, экономики, ближайший, после восьмого, австралиец... Как себя поведет, да? Как себя поведет, да. Спасибо, понятие на вопрос. Австралийский доллар имеется в виду? Ну, очевидно, что Австралия очень тесно завязана на Китае, то есть, скорее всего, действительно, позитивное укрепление для австралийского доллара. Вопрос, конечно, в том, с каким лагом это произойдет. То есть, я думаю, что относительно австралийского доллара, в принципе, играя на австралийском долларе, можно достаточно надежно отслеживать сначала Китай, подождать чуть-чуть, и потом уже входить. Ну да, и надо еще оценить сторонние факторы, которые могут влиять на его курс. На его на кого? На курс валюты. То есть, ну, опять же, мы сейчас вот пытаемся, ну, рассматриваем действительно один очень важный фактор, но факторов-то много. То есть, если не то, что вот сейчас там купил, не знаю, австралийский доллар и забыл, там может, может ЦБ Австралии выйти и сказать, что не, ребята, мы ставочку понижаем, да? Тогда, соответственно, приплывем на Форексе с сотыми плечами. Поэтому нужно все-таки... Не надо, про тысячные уже вспомнили, про соды, не надо, мы говорим, в принципе... Я за разумное инвестирование. Это нормально, нет, ну мы как бы не обсуждаем сейчас возможности, да, маржинальной торговли, мы говорим, вот, я с Васей согласен, да, потому что, ну, даже если так, во-первых, они рядышком, потом, да, спрос предложений, то есть, австария, да, там добывает металлы, кто прежде всего, руду, да, кто прежде всего покупает? Китай, естественно, поэтому напрямую позитивная статистика по Китаю, как минимум краткосрок, австралиец вверх. это правда. Все, плюс ко всему, да, мы и в Китае в том числе завязываем на аппетит к риску, правильно, австралиец, это индикатор аппетита к риску, так что здесь вполне очень. Друзья мои, времени нет, боже мой, я даже про золотые кренделя, сейчас Юра будет про Анько, дальше вот про золотые кренделя, ну просто не выключайте радио, слушайте. Спасибо всем за внимание, моим гостям, слушателям благодарю вас, успехов на рынке, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.